Дай почитать. Для этого надо обязательно прочитать книгу Тамары Карташовой, короче говоря, про риторику влияния и харизму. Она имеет опыт работы в СМИ почти 30 лет. Репортер старого НТВ, автор и ведущая телепрограмм, в том числе и собственной «Витоги», за которую получила ТЭФИ. Ее книга интересна тем, что в ней много примеров и мало теории. Три части, в каждой по пять глав и в конце каждой главы задания. Первая часть – репортерские приемы для публичных выступлений. Поможет при подготовке публичной речи. Даже в самих названиях глав содержится инструкция. Суть сразу, пять числов и точка, ни единого слова зря, проще, а еще проще. Покажи, а не расскажи. Вторая часть, естественно, связана с первой. Она о том, как коротко и ярко представлять себя и свой проект – самопрезентация. И опять в названии глав – руководство к действию. Так что такое самопрезентация? Презентация проекта – формула самопрезентации, факты, структура от хаоса к порядку, ошибки. Третья часть дает связку ключей для яркости выступлений. Причем как в кадре, так и за кадром. А еще она о коротких видео и о том, как их сделать совершенными. И, наконец, вместо послесловия – конструктор, при помощи которого строить речь быстро и легко, а еще собирать выступления из запчастей. Одно из самых главных качеств выступающего – это харизма. Умение нравиться, располагать к себе, создавать вокруг себя позитив и особую атмосферу. Древние греки считали, что харизма – дар богов. Но можно ли ее в себе вырастить? Да, если знать ее составляющие – тепло, эмпатия, энергия и красноречие, умение убеждать. А еще уверенность, смелость, искренность, персональный стиль. Великие харизматики – Юлий Цезарь, Цицерон, Плевак, Акони и Живеновский. Человек, обладающий харизмой, обладает большой степенью свободы в общении с любыми людьми. Будь то рабочий, ученый, пенсионер или поэт 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч!